В поисках работы семья Надежда из Индинского района едва сводила концы с концами, пока не занялись животноводством. Работы нету на селе, и вот разведением коров начали заниматься. Нам одну корову подарили родители, потом мы прикупили еще одну. И вот в прошлом году мы в общем вступили в этот кооператив. Приобрести третью буренку семье помог кооператив Инзамолпром. Инициаторы создания сельскохозяйственной кооперации надеялись объединить производителей молока со всего Индинского района. Первым делом нашли старенький молоковоз, отремонтировали, заключили договор поставки с одним из пунктов приема. И работа закипела. В этом году объединение выиграло грант на развитие материально-технической базы. В этом году мы предполагаем приобрести молочные модули по переработке молока. Планируем сами перерабатывать молоко и продавать его. Для чего это делается? Мы хотим, чтобы добавленная стоимость оставалась здесь у нас, в Индинском районе, чтобы здесь создавались рабочие места. В 2016 году был принят региональный закон по поддержке кооперации, благодаря чему от принципа «Сколько смогли, столько помогли» правительство перешло к более системной работе. За последние четыре года десятки кооперативов получили господдержку из областного бюджета. В этом году наряду с Инзамолпромом субсидии получили еще шесть объединений. Среди них кооператив «Единство». Если в большом объеме покупать, допустим, удобрения, ГСМ, то это получается серьезная, как говорится, скидка. Поэтому мы и объединились. Так как себестоимость надо убавлять, на зерновом рынке конкуренция сильнейшая. Потребительская кооперация в Ульяновской области сегодня – это 17 тысяч пайщиков, более 40 предприятий, автолавки, которые обслуживают 70% сельского населения, магазины, столовые и кафе. Ульяновские кооператоры пекут хлеб, изготавливают кондитерские изделия, полуфабрикаты, доставляют продукцию в малые населенные пункты. Мы два года участвовали в этой программе, получили субсидии где-то около 500 тысяч. Была возможность приобрести новую конвекционную печь, новую электрическую печь, полностью поменяли кухонное оборудование. Поэтому мы за это очень благодарны. Сейчас на территории региона зарегистрировано свыше 70 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, три из которых созданы только в этом году. Вся продукция реализуется в магазинах, на рынках и ярмарках. Кстати, последняя пройдет уже в эту субботу на территории торгового центра «Кооп-Ярмарка» в рабочем поселке Ишеевка. Жители смогут приобрести рассаду, саженцы и сельхозпродукцию. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.